Все слышали про ГБО, но не все знают, что это такое. Точнее, не все представляют, к чему оно ведет. Начну издалека. У меня была собака, доберман. Доберман умер в 8 лет от рака. У меня был дедушка. Дедушка умер в 70 лет от рака. Ну, может быть, время-то у него было пожить. Однако у моих двоих друзей, родители, отцы, умерли от рака в 50 лет. Я думаю, любой из вас может вспомнить кого-то из своих близких, погибших именно из-за этой страшной и неизлечимой болезни. Но раньше этой болезни не было. А с чем оно связано? Ну, думаю, что все слышали, смотрели где-то какие-то картинки, может быть, какие-то сообщения, что ГБО ведет к раку. Все видели фотографии крыс, у которых этот рак развился до размера мячика для пинг-понга. Однако крыса – это крыса. К человеку, естественно, это отношение иметь не может. Подумаешь, что крысу кормили год генномодифицированной соей. И от этого у нее по всему телу пошли опухоли. Вот этого крыса умерла. Подумаешь, что от этого крысеныши первого поколения родились не просто отклонениями. Они родились половина мертвыми, половина слабыми. Второго поколения уже не было. Они не размножаются. Но это же крыс. Какое они имеют отношение к человеку? Ну, естественно, никакого. Человека же Бог создает. И крысы жрут же стопроцентную генномодифицированную сою в результате эксперимента. А мы-то люди, мы же тут чуть-чуть скушаем. Тут, может быть, кукуруза какой-то, в хлеб немножко добавки, в чипсы. Чуть-чуть совсем в молоко практически незаметно. Ну, согласен. Согласен, практически незаметно. Поэтому результат сказывается не через год, вы покрываетесь опухолями, а через 10 лет ваши родственники умирают. Через 15 лет у вас родится ребенок с отклонениями. Через 20 лет этот ребенок умрет от рака. В 5 лет. Что вы тогда будете делать? Во многих странах, в которых ГМО высаживают повсеместно, повысились, я не знаю, как участили случаи мертворождения, увеличили случаи бесплодия. Хотя напрямую можно доказать, и это очевидно, что связь между посадками геномодифицированных продуктов и ухудшением состояния здоровья, ну, это просто как 2 плюс 2. Однако суды, мировое сообщество, ученые, все говорят, нет, это все не доказано. Может быть, и не с этим связано, может быть, это и не так. Ну, естественно, потому что почти все исследования, ведущиеся в отношении ГМО, финансируются корпорациями, выпускающими ГМО. Почему я говорю выпускающими? Это не случайно. 30% ученых, получив финансирование, вынуждены были изменить результаты своих исследований в угоду своим покупателям. Это результаты опросов английским журналом Times. Дальше. Почему я сказал, что корпорации выпускают ГМО? Ну, как бы казалось, вывел ты какой-то новый сорт пшеницы, ну и продал его, вот он везде высевается, он более устойчив к заморозкам или к вредителям. Но нет. На генетически модифицированный организм существует патент. На корову модифицированную, на кукурузу, на пшеницу, на сою, на все. За каждое зерно покупатель должен заплатить корпорации. За каждое зерно. И мало того, нельзя высевать зерна повторно. Собрал ты урожай кукурузы, ты не сможешь посеять ее на следующий год, она не сойдет. Ты должен закупать каждый раз и каждый раз платить. Рассказы о том, что у генномодифицированных растений выше урожайность, это миф, она не выше. Но вот это свойство получать каждый год откаты, оно заставляет интенсивно насаждать эти растения. Они имеют свойство перепыляться. То есть, если растет поле нормальной пшеницы и рядом поле генномодифицированной, то поле нормальной пшеницы превратится в генномодифицированную. И мировая судебная практика показывает, что фермер обязан будет платить откаты корпорации за то, что у него на поле оказалась генномодифицированная пшеница. Но если не заплатят, то, естественно, он проиграет суд, и, естественно, по суду у него заберут еще больше. Еще аргумент в пользу того, что голодают же негры в Африке, надо же накормить голодающих. Да, голодают. Кроме того, что урожайность ГМО ничуть не выше, чем у нормальных сортов, так еще и негры-то голодают не потому, что не хватает продуктов на земле. Нет, они голодают, потому что они бедные негры. Они умирают от жажды, но не потому, что на земле нет пресной воды, а потому что они бедные негры, и никто им туда воду не повезет. Если им туда и отправят какой-то продукт, как любят говорить, гуманитарная помощь в виде генномодифицированной кукурузы или зерна, от которого Африка отказывается, кстати, всеми силами, то, во-первых, их отправляют туда не бесплатно, а в кредит, а во-вторых, это и есть продвижение своего товара, и не более того. Если у крыс детеныши рождаются через год уродливыми, то у людей этот же период 20 лет. Вот сейчас примерно 20 лет, как мир кушает генетически модифицированные организмы. Недолго ждать, когда начнут рождаться генетически инвалидные дети. Они уже начали, но пока это так все. Может быть, потому что мать пьет, может быть, потому что куек курит, может быть, потому что употребляет наркотики, ягуар. То есть со всех сторон, казалось бы, но генетически инвалидные дети начнут рождаться у нормальных людей, у тех, кто, казалось бы, следит за здоровьем, покупает дорогие продукты, готовит их, натуральные, все. Но уроды все равно будут рождаться. И с ними ничего нельзя будет сделать. Мы же не собаки, чтобы усыплять больных щенков. Нет, естественно, что за ребенком с генетической инвалидностью надо будет следить, надо будет его воспитывать. А он никогда не станет полноценным человеком. И на все это нас обрекает что? Незнание, может быть, какое-то? Может быть, нас на это обрекает какая-то нужда и великая необходимость? Нет, нас на это толкают корпорации, которые проплачивают чиновников, которые проплачивают блогеров, общественное мнение. И создают такой веселый фон. Я этой темой занялся сейчас. Я прекрасно понимаю, что пойдет и поток говна, что это все не доказано, что это антинаучно. Причем, что очень интересно, на митинги против ГМО выходят в основном ученые. Я изучил проблему. Выходят ученые. Выходят не люди, у которых дети-инвалиды будут рождаться, а ученые, которые сами видят на своих хомяках и крысах, к чему ведет ГМО. Они выходят с плакатиками. Это просто жалкое зрелище. По-другому они не могут. Это как в средние века ученые на костер поднимались, высказывая крамольные теории о том, что Земля круглая, да еще и вращается вокруг Солнца. Сейчас ученые выходят на митинги, говоря о том, что ГМО вредно. Ну, корпорации проплачивают наших с вами слуг, слуг народа, чиновников, которые говорят, да нет, да все нормально, все разрешено. Министр здравоохранения рекомендует. Главный санитарный врач разрешает. Мало того, сейчас еще Медведев подписал указ о разрешении засевания ГМО в России. Очень скоро экономическая, продуктовая, даже продовольственная безопасность страна окажется под угрозой. Вы представляете, казалось бы, ну, нефть, да, стратегический продукт. Ну, а что такое еда? Ну, еда, ее всегда фермер вырастет, да, вырастет. Но если все посадки в России окажутся генетически модифицированными, то в любое время корпорация может просто прекратить поставки семян. И все. Другого семенного фонда в России не будет. А может сделать и того смешнее, продать семена, которые не взойдут. Что будет со страной? Ну, об этом же никто не думает, когда падают деньги в карман. Я сейчас задумываюсь над тем, какой силой должно быть лобби у ГМО. Судя по всему, оно должно быть даже сильнее, чем нефтяное, алкогольное, наркотическое и, может быть, даже вместе взятые. Но здесь речь идет именно о сохранении будущего для наших с вами белых детей. Подумайте об этом, потратьте несколько часов своего времени, вберите в Яндексе «Исследование ГМО» и почитайте. Ну, или прочтите статью, ссылка на которую дана под роликом. До новых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!